Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю всеобщему вниманию топ-12 самых ярких еврокубковых противостояний клубов СССР, которые определились путем опроса марафона в сообществе моего канала. Кто желает, может проследить весь ход голосования от первого квартета и до финала. Это если у кого возникнут вопросы, почему не среди лучших того или иного противостояния. А я начинаю. Итак, 12 место. Аталанта Италия, Спартак Москва. Матчи 1-32 финала Кубка УЕФА 1989-90, когда в Бергамо красно-белая команда Олега Романцева отбилась от настойчивых охотах хозяев, то очень огорчило местных журналистов и не столько нулями на табло, сколько оборонительной игрой. Ведь тогда престиж советского футбола был очень высок. Матчи чемпионата СССР транслировались на Европу. Вот Виталий и подумали, что приедет лидер советского первенства и разделается с их середняком. Что, впрочем, и произошло 27 сентября 1989 года в Лужниках, когда голы Федора Черенкова в середине первого тайма и Сергея Родионова под занавес поединка подрывали на ноги 55 тысяч зрителей. Спартак выиграл 2-0, но на следующем этапе Кубка УЕФА уступил западно-германскому Кёльну. 10-11 места разделили два противостояния. Первый значимый успех советских клубов состоялся осенью 1967 года, когда на первом этапе Кубка европейских чемпионов сильнейший Клуб Союза Киевская Динамо выбила из турнира действующего обладателя шотландский селти. В глаз гоголы Анатолия Пузыча и Анатолия Бышевца в первом тайме предрешили общий успех. Правда, потом дважды забивали соперники. Роберт Ленокс в первом матче на 61-й минуте сделал 1-2 и он же в ответке на 60-й сравнял счет по сумме двух матчей. Но гол Бышевца на 89-й минуте поставил 70 тысяч зрителей на центральном стадионе в Киеве на уши. 1-1, общие 3-2 и Динамо Киев шагает дальше. И конечно же в данный рейтинг просто не могло не попасть хоть одно противостояние Тбилисского Динамо в победном Кубке обладателей Кубка в 1980-81. Динамо Тбилиси Фейнорд Роттердам Нидерланды. Первый матч это феерия грузинской команды, которая при горячей поддержке 80 тысяч зрителей сокрушила на своем поле одного из главных фаворитов турнира. Тенги Сулаквилидзе, Владимир Гуцайеве, снова Сулаквилидзе своими голами вызвали полнейший восторг трибун. А в ответ на матч был полнейший беспредел австрийского арбитра Верера, который не засчитал три чистых динамовских гола, плюс не поставил два пенальти ворота Фейнорда, которому все же домашних 2-0 не хватило для общей победы. Динамо Тбилиси дальше выиграет Кубок Кубков, а далее в финале Карл Цейс из ГДР 2-1. Девятое место тоже из фееричного сезона Кубка обладателей Кубков, только уже пять лет спустя, когда в четвертьфинале Киевская Динамо вынесла в одну калитку очень крепкий венский рапид. Правда, первый тайм матча в Австрии вызывал некоторые опасения, но во втором динамовцы Лобановского сокрушили хозяев 4-1. Дубль Игоря Биланова, плюс голы Василия Араца и Паша Яковенко сняли все вопросы о победителе пары. Но киевляне не успокоились, и 19 марта 1986 года Иван Еремчук отмечает свой день рождения дублем, плюс Биланов с пенальти, Олег Блохин и Вадим Евтушенко доводят дело до 5-1 и общих 9-2. Восьмое место. Это тот случай, когда в топ самых ярких еврокубковых противостояний СССР попал пролет советского клуба. Кто бы мог подумать, 24 октября 1987 года, что лидер чемпионата страны, московский «Спартак» вылетит из Кубка УЕФА после того, как разгромил дома западногерманский Вердер 4-1. После гола Александра Мостового и дубля Сергея Родионова казалось, что дело сделано. Даже когда команды обменялись голами и Виктор Пасулько сделал 4-1, сомнений в благополучном для команды Константина Бескова исходе не было почти ни у кого. Самоуверенность и подвела. В Бремене Пасулько тоже забьет последний гол и зафиксирует общее 2-6 в дополнительное время. Такая вот печаль, особенно для спартаковских болельщиков. Но дальше для них в рейтинге только радость. 7 место. Тоже стадия 1-16 финала Кубка УЕФА, только сезона 1983-84. «Спартак» Москва на протяжении двух поединков трижды отыгрывался у недавнего победителя Кубка чемпионов английской Астон Виллы. В Москве отличился дублем Юрий Гаврилов. С пенальти на 89-й минуте позволит уйти красно-белым Бескова от поражения 2-2. А в Бирмингеме Федя Черенков на первой минуте второго тайма, сравняя счет, который устраивал Астон Виллу. Пока на 89-й все тот же Черенков вторично поразил цель 1-2. «Виллопарк» в шоке, но аплодисментами проводит «Споля» Спартаковцев, которые в том евросезоне первыми среди советских клубов выйдут в четвертьфинал Кубка УЕФА. 6 место. «Истова» Спартак и опять Кубок УЕФА. Только первый раунд. 14 сентября 1982 года в 1-32 финала команда Бескова горела дома другой английской команде Арсеналу 0-2. Но 68500 зрителей в Лужниках собственными глазами увидели знаменитый «спартаковский» характер, когда еще в первом тайме Сергей Швецов счет сократил, а после перерыва Юрий Гаврилов в спинальте восстановил равновесие, а потом и забил победный гол на 88-й минуте. В Лондоне 29 сентября Швецов, Родионов, Черенков и Сергей Шавло к 71-й минуте шокировали Хайбери, после чего «спартаковцы» расслабились и выиграли 5-2 в итоге. Эдгар Гес еще забил. И опять овации трибун от болельщиков поверженного соперника, которые ценят в футболе красоту и эстетику игры. 5 место. И опять повержен английский клуб «Ливерпуль» на самом пике своего могущества. И хоть в первом матче 1-16 финала Кубка Чемпионов 79-80 команде Боба Пейсли удалось дома одолеть Тбилисское Динамо 2-1, то уже 3 октября 1979 года Ливерпуль, продержавший спервый тайм от динамовских атак, во втором посыпался. Владимир Гуцаев и Роман Шенгелия с игры делают 2-0 к 75-й минуте. А потом Гуцаев рисует пенальти в штрафной Ливерпуля. Западногерманский арбитр Альдингер купился на артистическое падение. И Александр Чевадзе забивает свой второй гол в двухматчевом противостоянии 3-0. Динамо Тбилиси преподносит мировую сенсацию. А команда Нодара Парсадановича Халкаци, поднабравшись опыта в Кубке Чемпионов, в следующем Евросезоне выиграет Кубок Кубков. 4 место. Московскому Спартаку никак не удавалось пробиться в полуфинал евротурниров, хоть ты тресни. И вот с четвертой попытки свершилось. В марте 1991 года, как и 10 лет назад, соперником красно-белых по четвертьфиналу Кубка Чемпионов стал Мадридский Реал. После московских нулей мало кто сомневался, что именно Королевский клуб обыграет команду Олега Романова, Манцева. И Бутрогени уже на девятой минуте подорвал на ноги 90 200 зрителей на Сантьяго Бернабеллу. Но Спартаковцы при этом и бровью не повели. И еще до перерыва новичок Дмитрий Раченко отличается дублем. А на 63 минуте Валерий Шмаров поставил знак восклицания. 1-3. Невиданное дело. Реал дома в Еврокубках проигрывает. А Спартак впервые в своей истории шагает в Еврокубковый полуфинал, конкретно Кубка Чемпионов. Третье место занял первый выход советской команды в полуфинал Кубка Чемпионов. Три года подряд западногерманская Бавария владела самым престижным клубным турниром Европы, пока не нанорвалась в марте 1977 года на Киевское Динамо. Первый четвертьфинал 2 марта в Мюнхене, минимальные 1-0 обрадовали 70 000 на Олимпиаштадионе. А через две недели уже 102 000 зрителей на центральном стадионе в Киеве бросало то в холод после нереализованного блохиным пенальти, то в жар надежды, когда Леонид Буряк на 81-й минуте с 11-ти метровой отметки сравнивает счет противостояния. А уже на 86-й, когда сбили Блохина и травмированный Олег пополз, поскакал за пределы поля, именно Буряк сделал тот навес, после которого Петр Слободян ударом головой выводит Киевское Динамо в полуфинал Кубка Чемпионов. Второе место. Финал Кубка обладателей Кубка в 1985-86 Динамо Киев Атлетика Мадрид, состоявшийся на Лионском жерлане. На трибунах рябит от полосатых цветов болельщиков испанского гранда. Быстрый гол Александра Заварова, плюс знаменитая атака веером, завершенная Блохиным на 84-й минуте и контрольный выстрел Вадима Евтушенко заставили рукоплеска трибуны супер-игре Киевского Динамо, от которой в том незабываемом 1986 году был в полнейшем восторге весь спортивный мир. Динамо Киев громит в финале Атлетика 3-0 и второй раз в своей истории выигрывает Кубок Кубков. А теперь победитель опроса марафона на самое яркое еврокубковое противостояние СССР, проводимого на моем канале Футболсан. Суперкубок Европы 1975 года. Бавария, Динамо Киев. Золотым шедевром Олега Блохина в Мюнхене, а потом и его дублем в Киеве на переполненном центральном стадионе. Общее три-ноль. И вся страна в полном экстазе от осознания, что ее чемпион сильнейший клуб Европы, а то и всего мира. По крайней мере, по игровым видам спорта, Динамо Киев был признан лучшей командой планеты Земля. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.